Авлода, Авлода Шимоновых, Авлода Касово, Авлода Касово был одним из старших, старейшин. Авлода Вабакалонова был Авлода Калонова в Нью-Йорке, до Израиля Ухтуметоним. Авлода Касово жил очень достойно и очень красиво, можно сказать. Несмотря на то, что эта семья, семья Маальмова, в Танге Маальмова, тяжело им жить. Но они были одним из примерных семей в нашем Самарканде и в Нью-Йорке. Что они, несмотря на то, что были оба преподаватели, они вели прекрасную жизнь. Авлода Касово был очень симпатичный, очень красивый, очень умный, грамотный был мужчина, высокий, приятный мужчина. С ним было всегда приятно сидеть, беседовать на все темы. Авлода Касово я лично очень уважал и любил как родного брата. Очень жаль, что мы думали, что среди наших родов Амуракан перешагнет нашу дедушку покойную. 93 года живет в Силхасово-Бууму. Амуракан. Это просто, это просто, если, как говорится, народ, уже время пришел к человеку. Бахташон Бучуде. Какие меры не принимали семья во главе Боша и Мишаджо, дети, все меры принимали, чтобы медики, врачи в Нью-Йорке, все меры принимали, чтобы его спасти. Почти вроде было уже спросено, как я уехал отдыхать. Илюша меня обрадовал. Доведем уже, ага, чувствует хорошо. Мы его переводим в реабилитационный центр. Я спокойно уехал и несколько раз звонил, где отдыхал. Он говорит, все нормально, нормально. Именно перед моим приездом, в тот же день я еще был в самолете, звонил Славик, и он говорит, где я сейчас нахожусь, но не тухом, только похоронил Амурака. Вот так человек не знает, какой день его конец. Амурака действительно не знал о своей смерти. И он не улыбал, никому обузой не стал. И в течение 20-25 дней они боролись, чем могли. Но время, оказывается, подошел. Но Амурака имел прекрасных троих детей. Очень жаль, перед смертью, перед последним годом его жизни. Именно за неделю до его смерти должно было исполняться годовщина прекрасной нашей любимой Танечки, которая проживала в Австрии. В возрасте 55 лет. Очень жаль, очень жаль. Вот буквально первая неделя Амурака, как все здесь сидящие помнят, совпадала с годовщиной покоя нашей любимой Танечки. Очень жаль. И трое детей Амурака жили в трех странах. Австрия, Израиль и Нью-Йорк. Най Бог здоровья, Петя, со своей милой супругой Светочкой не давали ему никогда скучать. Ему было всегда хорошо, приятно. А Светочка наша ухаживала как родная, больше, чем родная дочь. Никогда Амурака не жаловался ни на кого. Всегда был радостный, всегда был доволен своей жизнью.